здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор который я вам давным давно уже обещала но как говорится лучше поздно чем никогда давайте включаем первый фрагмент и начинаем изучать базовую линию поведения определенные жесты которые свойственны именно этому герою я их вам собрала и давайте смотреть первый жест это наблюдайте за ее ступней и так мировая звезда каррина шейк да то же самое я должны на сколько урина шейх подписчиков ирина шей ну вот смотрите когда человек вот так выступляет выставляет ступлю ступню он как бы отгораживается от того о ком он говорит от той ситуации от того человека но и мы понимаем что с ириной шейк она предпочитает быть немножечко на расстоянии идем дальше да ну тут без звука поэтому маски не накладываю иногда без маски на себе даже смотреть не хочешь если честно телеграме их нет и когда кружочки записываешь отвратительный свет мне не нравится как там выглядит лицо ну в данном случае у нас писать книгу как ступня в отношении телеграма то есть ей не нравится это платформа по некоторым параметрам которые она озвучивает и при этом она подтверждает это ступней оправдать любого человека насчет оправдать другого человека это просто знаете ну мы посмотрим как она там оправдывает тарасова да вот вот эту ситуацию мы с вами сегодня обязательно рассмотрим и знаете вот это слово абьюз которая сейчас все кому не лень используют все посмотрели подумали вот какой он абьюзер но на самом деле она сама и рассказала что там у них между ними было и для меня это все предельно ясно я вам сейчас это все обязательно покажу оставайтесь со мной и в конце я все-таки для себя раскрыла феномен бузовой по ее натальной карте я нашла ее время рождения поэтому мы с вами заглянем можно сказать в ее бессознательные процессы да вот и и знаете вот феномен потрясающий очень рекомендую досмотреть и так дальше да вот ножкой в том числе давно эту тему шучу потому что я действительно это про людей какими мы с тобой на самом деле раньше являлись просто ты ушла куда-то выглянешь видите про людей и выставляет опять-таки ступню но она часто так реагирует говоря что мои люди там все такое но при этом у нее жесты как раз немножечко другие не приглашающие а наоборот отстраняющие вот в том числе вот это вот как ступней отгораживается там отсаживается вот это все мы с вами сегодня посмотрим ты же меня тоже не знаю а вот сейчас сидим с тобой болтаем общаясь как ты выглядишь красивый большой кино сходить там ночной сеанс и раньше бы я поехала с кем посидеть увидеть соского кого давно не видел сейчас я пойду домой отдыхать что завтра 5 рано вставать надо вот по ступне поняли да идем дальше следующий фрагмент и здесь у нас уже пойдем по отношению к людям вот с помощью этого жеста пройдемся да и первый у нас на очереди текила или я не знаю или так тарасову отношения либо либо к текиле давайте смотреть внимательно и вы мне в комментариях скажите кому она так плохо относится и текила с которым они делали мне предложение тоже знают над это не предложение когда записывают ролик и выкладывают на с которым они делали мне тоже знает найдет они предложения когда записывают ролик выкладывают на какой-то канал видео это не предложение от называется попиариться но возможно к боем она так относится и мы с вами это пронаблюдали то есть мы понимаем между строк что нам не сказали а не сказали то что я плохо отношусь к этим людям которые записали там какое-то приглашение или предложение ей ну и соответственно вот она отгораживается решайте вопросы не со мной я не хочу с вами иметь дел вообще вот этот жест он больше всего как раз иллюстрирует я не хочу иметь дело вот с этим с этой ситуации с этим человеком с этим событием да то есть вот не хочу я сюда заходить до следующий фрагмент так значит ягод и ведьма серьезно 4 ребеночка идеальная фигура родила вот родила и пинок вот это вот это вот меня настораживает и так шикарно выглядит это есть зачем следить а вот здесь как раз помните когда-то тарасов говорил что она прям боится забеременеть но когда с ним жила она очень сильно боялась забеременеть и все такое а вот здесь я ему вы знаете верю я не помню как когда мы его разбирали что там было да какие жесты какие слова и соответственно какие выводы но здесь я прям четко вижу бессознательный страх рожать детей и ну я ни в коем случае не даю свою оценку в данном случае человек ее тело ее дело как говорится но вот что есть то есть я должна отметить то что увидела а следующий фрагмент а теперь пинок уже со стороны другого человека сейчас себя подвинул а то и вы можете и не заметить и так включаю ягод и весьма серьезной простите это другое сейчас вот это ну кстати ли грамм твой я посмотрела телеграм посмотрела и мне не понравилось то есть пиночек на телеграм пиночек вот это вот тоже сигнал вообще у всех людей вот если допустим они не могут открыто жестикулировать они будут жестикулировать ступнями поэтому наблюдайте полностью за всем да и вот ступни это очень важный источник информации идем дальше можно взять редактора то что там другой жанр там писанина вот согласна не хочу ну не хочу конечно да следующий фрагмент не ну вообще конечно она живет по принципу хочешь сделать хорошо сделать сам и это понятно но что поделать в итоге телеграм действительно я думаю хромает я не заглядывала туда но я думаю что там все плохо так следующий фрагмент вот как она красуется тоже интересно конечно же она не не поправляет волосы как многие истероиды это делать но кстати она не истероид вот я посмотрела ее натальную карту там совершенно другая картина понимаете там вообще я я поражена и обязательно оставайтесь те у кого много оппозиций она вот своим примером показала как работать с оппозициями это просто вот знаете такой прекрасный пример я прошу прощения что здесь у нас не вербали к кто-то не любит вот это все и уйдет но тем не менее ребят это это вот прям показатель потрясающий да иду идем следы включаю но я столкнулась с тем что я понимаю что лучше меня вот вот этот жест говорит полюбуйтесь мной я же красотка да то есть еще наклонила голову как бы присматривается но таким образом она дает возможность собеседнику посмотрите на меня до присмотритесь ко мне я же такая классная пронаблюдайте за мной никто ничего не сделают но на это выходит очень много времени мне бы найти время на массаж и вас очень долго но это как всегда вот трудоголики она сама кстати сказала что она трудоголик трудоголики которые живут по принципу хочешь сделать хорошо сделай сам они как раз вот занимаются вот этими ненужными вещами и никогда жить остается да и вот она говорит мне бы найти время на массаж так делегировать надо вот telegram там еще что-то она все ведет сама на сама вот никому не доверяет это ее беда но знаете она вот в этой беде нашла как раз спасение прикали в неискренности что говорили ну как так он живот был с лены не ушел и отхватился видите какое торжество это по поводу рома а я не смотрела вот этот дом 2 это было еще на в тот в то время когда этот дом 2 был так популярен я рожала детей одного за одним у меня были реально абьюзивные отношения поэтому я сейчас могу вот так вот оценивать да вот такие вещи и моя бывшая свекровь она была фанатка просто вот этого дома 2 и когда насмотревшись дома 2 она приходила к нам и устраивала вот эти всякие разборки да вот в стиле дома 2 поэтому я как бы как я я этого наелась очень много но я не знаю кто там с кем за кем ходил кого там предал но я так понимаю что парень роман третийков да он был с одной девушкой эту девушку выгнали он остался и стал строить отношения с ольгой бузовой а потом и его выгнали и она тоже осталась и ну вот так получается ну там как-то по каким-то критериям это как бы предательство да ну видимо вот такая ситуация была но смотрите в данном случае у нее торжество как ни крути ей эта информация нравится я знаете я как-то птичка которая что вижу то пою да хорошая плохая информация вы уж извините если вы ну как-то хотели бы услышать только хорошее или только плохое я вот объективно стараюсь по крайней мере в этом слой да вообще в принципе всегда стараюсь быть объективной но человеческого никто не отменял поэтому смотрите сами да для самого как бы яркую девушку на проекте и в этом во всем видели расчет видите яркую девушку и полюбуйтесь мной пожалуйста да сначала торжество потом полюбуйтесь была искренность ваших отношений или был была доля расчета я думаю что у него все-таки как у стратега как у человека умного он оксать жестокий для него это была стратегия смотрите хорошая уловочка ответить как бы за него вопрос был к ней и почему бы не сказать да я искренне с ним там была там или наоборот ну то есть в данном случае почему она ушла на него потому что ей ну вот та информация которой она обладает либо придется соврать либо это информация подпортит ее репутацию видимо но как бы вот другого объяснения я не нахожу хотя если у вас другое мнение напишите мне в комментариях но вот уход от прямого вопроса на ответив за рому как бы ну сначала то надо сказать про себя а потом можно сказать про него а поставив его на первое место она как бы себя немножечко но от себя отвела у огонь да и вот таким образом не ответила на вопрос ну и соответственно во мне это вызывает сомнения до сомнения я же птичка мозгоклюйка вы не забыли да и так следующий фрагмент так 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 по поводу ну вот наконец-то мы перешли к тарасову да вот мне просто знаете вот этот вопрос по поводу объязивности вот этого всего очень был интересен но для начала давайте просто пройдемся по тарасову и что она говорит как она давайте сделаем выводы и так мы хорошо жили он в этом плане был очень щедрый и всегда за всех заплатят тебе это нравилось нет смотрите сначала был кивок да а потом нет и голова в бок полюбуйтесь мной да то есть все таки отчасти нравилось в отношении себя естественно нравилось но вот когда он там платил за друзей не нравилось поэтому вот такой вот противоречивый жест да и потом полюбуйтесь мной мне это же не нравилось да говорит она и при этом еще улыбается виновата ну конечно нравилось нравилось когда он проявлял щедрость в отношении нее но не нравилось когда он тратил деньги которые мог бы потратить на нее на своих друзей поэтому конечно же в данном случае присутствует ревность в отношении его денег да и она нет она еще есть это ревность потому что мужчины должны делить счет между собой это не ну вот понятно да а теперь следующий фрагмент а что касается вот она говорит я любила этого человека давайте посмотрим ну вы сейчас тебе кажется это любовь была я любила вы видите много сначала кивок потом я точно да нет ну то есть вот это вот она в себе не разобралась любила она его или нет но знаете да да у нее вот и по натальной карте это видно то есть все-таки была любовь но это у нее не совсем здоровые отношения там по ряду причин которые я вам потом покажу какую-то роль жертвы отыгрывала может быть тебе кстати она довольно комфортно потому что ты уже привыкла за годы в доме 2 не жертва нет это любовь у нас была любовь и плечами пожимает все-таки не знаю да нет не знаю но то есть вот это вот непонятно она для себя еще до конца не понимает да она она думает что действительно она его любила но тело все равно просто как иллюстраторы все равно проскакивают поэтому тело вот она как раз вот та птичка еще одна которая что вижу то пою что чувствую то пою и тело никогда не обманывает даже если человек умеет владеть своим телом а мы знаем что перед нами человек который давным-давно является публичным давным-давно на экранах телевидения и прекрасно знает как себя держать да и какие жесты можно какие нельзя ну в данном случае все равно мы видим что проскальзывают какие-то жесты которые нам говорят правду ну вот видите и нет и да и и и в общем ну в общем я был словом уже смотрите я ли видите люблю и наклон головы к плечу в момент ответа вот вот такой вот да это как раз жест не знаю то есть не плечом можно плечом не знаю а можно вот так сказать не знаю а кстати вот жест не не путайте вот этот жест на бок вот когда мы же с вами сегодня этот жест видели до когда она на бок наклоняет голову и полюбуйтесь мной вот когда на бок и остановилась да и еще и улыбнулась вот это полюбуйтесь мной а когда просто вот такой небольшой жест это как раз и не знаю вот не путайте пожалуйста не до конца убрала звук слышу немножечко там под это да но давайте посмотрим все таки по поводу его зверств вот вот прям конечно очень сильно ну как бы реально там деспотичные какие-то отношения с его стороны и вся страна ей конечно же сочувствует уже много лет с момента развода давайте смотреть и от многих проектов отказывалась например от каких от корпоративов за огромные деньги ты не будешь вести развлекать людей я никогда не забуду например танцы со звездами участие в этом проекте у нас же были прямые эфиры то есть там невозможно было переписать танец я танцевал с партнером андрей карпов замечательный молодой человек в женатый или за него были отношения неважно я в проекте я танцую причем говорит с печалью с тревогой да вот это вот обратите на это внимание как она говорит и подкупает да и я как человек который это прошел здесь конечно же есть сочувствую да я проявляю эмпатию слушаем сообщение чтобы не трогал не обнимал как станцевать вот ты понимаешь а как станцевать без прикосновения и объять я выходила на паркет в состоянии стресса не боялась что дома будет конфликт сейчас я понимаю что это не про не про нормальные отношения давать уже ревновала его и естественно ну и проходит буквально немного минут этого же самого интервью и все-таки языком что называется идет дальше да и она начинает рассказывать уже другие подробности но вообще я как человек знающий что такое абьюз а я ее в данном случае и по ним ну вот когда она это описывает я ее понимала но знаете вот что меня насторожило как вот человека который это испытал на себе я ну вот точно бы не пошла на этот проект вот на танцы со звездами потому что когда ты находишься вот в таких абьюзивных отношениях ты просто голову не поднимаешь лишний раз чтобы не посмотреть на абьюзера с каким-то не тем взглядом это это просто страшная вещь когда ну хотя возможно у каждого своя степень этого абьюзом я просто вспоминая свои отношения я понимаю как это все страшно это знаете вот каждый взгляд может быть причиной для того чтобы он начал проявлять агрессию в отношении меня или моих детей ну наших детей да и конечно же я себя настолько контролировала что вот просто даже выйти из дома бывает опасно да ну и когда она говорит я участвовала танцы со звездами да и вот меня там кто-то обнимал для жертвы абьюза это вообще ну как возможно да у меня были очень жесткие отношения но я бы себе такого не позволила нет я ни в коем случае не призываю вас в эти отношения вступать да боже упаси вообще но те кто это прошли они это понимают да и конечно вот это немножечко меня насторожило а потом когда я слушаю дальше я вижу что а на самом-то деле все не так все на самом вот давайте слушать и ревновала а еще знаешь что я делал вот пошли живые эмоции да вот когда она рассказывала по поводу того абьюза до печально глазах как бы вот все в образ вошла идеально да а дальше пошла уже вот уже расслабилась и рассказывает уже настоящую правду вот это вот конечно же ну уже просто поставила точку на моих сомнениях да ну то есть я я понимаю что сомневалась я в данном случае не зря потом мне прям пишет а я знаю что он не в москве где-то игра где-то далеко что мы повздорили он мне звонит я не беру трубку он будет возьми трубку а я не беру если сейчас не возьмешь трубку возьми трубку я специально не беру я понимаю что сейчас ему так хреново а я ну давай давай мучить мучить это вот просто учебник вот просто хрестоматия я уже не длинных до визитных отношениях ваши ваши стараться но при этом даже сейчас вспоминаю солнце улыбка на лице ну конечно с улыбкой на лице вспоминаешь потому что это не было абьюзом это был обоюдный абьюз это бы и его игру тоже не перепишешь его игра тоже очень важно даже важнее чем вот танцы со звездами ну не знаю конечно но тут вот я как человек который постарался на это все посмотреть объективно я понимаю что а подождите да он хотел чтобы ее там никто не обнимал так она его специально дразнила да на то чтобы он проявлял эмоции ей это она наслаждалась тем что он проявлял эмоции да и то что он играл это что это было тоже большая огромная ответственность это тот источник дохода на которой они вместе жили то тот образ жизни который он ведет дайк которому она примкнула до живя с ним ну по сути это же мужчина который зарабатывал уме машину покупал он содержал ее но да он не давал может быть и деньги на расходы в нужном объеме но тем не менее она не бедствовала насколько я понимаю и ну вот так себя вести это точно не жертва абьюза но хотя знаете вот поправьте меня если кто-то считает по-другому напишите в комментарии возможно я просто слишком вот прошла такую жесткую школу и у меня слишком радикальные взгляды поэтому напишите свое мнение и ну возможно в этом случае я не совсем права ну ну вот так вот прям как бы это ну если посмотреть объективно то они 22 сапога пара что называется поэтому тут конечно же абьюз надо делить на 10 как минимум да поэтому идем дальше следующий фрагмент мне просто это не понять я не понимаю как как так устроен мир мне это не понять мне не могу это объяснить и поэтому мне проще найти оправдание чтобы в своей голове это объяснить из-за чего он не мстил вообще идеально идеальный трюизм смотрите трюизм это когда вы в основу ставите какое-то утверждение и начинаете на эту тему объясняться самой себе или окружающим но то что он ей мстил вообще это же она сама это решила что он ей мстил и уже на основе этого решения вот доказательств того что он мстил как бы ну были когда-то она там в интервью говорила но вот в данном случае она не привела доказательств того что он ну что реально он мстил но она на это свою скажем так свое объяснение наложила да ну я же хорошая я же должна найти ему оправдание то есть не факт что он ей мстил но я уже его оправдала я же добрая понимаете вот это вот очень хороший трюизм которым пользуются манипуляторы поэтому внимательно наблюдайте такое такое сплошь и рядом понимаете вот вас обвиняют в чем-то а потом начинают вас же и оправдывать вы не виноваты на самом деле но вас начинают оправдывать или там как-то предлагать какие-то варианты решения а на самом деле этого не было да и ну то есть вот можно обвинить человека как бы не обвиняя а взяв за основу то что он уже виноват понимаете вот в чем фишка вот этого вот прием чека манипулятивного кстати у меня под видео будет ссылочка на курс по манипуляциям он небольшой но он очень емкий и показательный поэтому если интересно там все курсы по 990 рублей очень интересно и вот в данном случае очень рекомендую все мы общаемся и все мы сталкиваемся вот с такими манипуляторами поэтому давайте смотреть откуда я знаю что я мы ничего плохого не сделал то есть ну да ничего плохого не сделала и вот она в этом образе понимаете вот она в этом образе она уже в образе прощающие за то что не факт что было понимаете там обоюдные абьюзивные отношения она его он его ну вот они как бы вместе два сапога пара как мы уже поняли да но но она его сейчас прощает ушел от меня он живи счастливо не публичной жизнью почему не публичной он вполне может жить публичной но да безусловно в данном случае вот что касается их отношений да естественно он там ее цепляет и тем самым поднимает свои охваты это понятно это естественно это вообще ну все все там из бородиной этот расстался тоже как его омар или я все никак не запомню его имя но помните да то тоже вот на этом имени делает хоть но это это просто вот когда человек публичный на его имени все делают хоть поэтому ну что поделать такой шоу-бизнес такие правила но и она сама тоже в общем то на этом же и выехала да вот на скандалах на том что да в принципе это да это тот мир в котором она живет и это ну как бы надо принимать человек объяснить да ну и видите с радостью говорит с радостью то есть ей то нравится ребята ей нравится то что он и не оставляет ее в покое нравится поэтому ну вот говорит что она там жертва его как каких-то там ну вот выхода да на самом деле она кайфует от того что это происходит и по слухам на самом ну они так плохо друг другу не относятся вот эти инфоповоды они только лишь для того чтобы друг друг ну либо себе либо друг другу поднять охваты я думаю что они там как-то по-тихому нормально общаются да но но конечно же вот этот образ нужно нести дальше чтобы все сочувствовали чтобы все понимали да вот такой такой образ жертвы абьюза да вот вот то есть это все сшито белыми нитками да идем дальше следующий фрагмент а теперь что еще по ее жестам тоже очень интересно давайте смотреть внимание другое что смотрела вся страна это про людей какими мы с тобой на самом деле раньше являлись просто ты увидите ступней в обороне про людей ступня в обороне а куда-то выглянет а я стал ты зазвездилась а я осталась с людьми и отца со своим народом естественно видите с людьми и отсаживается на самом деле конечно же это образ не так она любит своих людей конечно она умеет умеет общаться умеет производить впечатление и это он ей не отнять до или у нее не от не у нее не отнять да с русским языком бывает да но тем не менее вот это отсаживание и ступня в обороне говорит не о том что нет там такой прям любви просто это хорошо работает да хорошо работает на ее популярность ну и соответственно она так себя ведет как человек который четко смотрит на то что надо делать да это человек логически размышляющий да и эмоции здесь в данном случае это не ее суть это больше ее работа потому что ну я вам покажу в натальной карте показывали что я молодая мне 18 лет я наивная и эмоциональная как так получилось что он ушел его эмоционально здесь я наверное больше скажу истерично а потому что там вот луна сильно бита убрали снова 2 по определенным причинам человеке это я не буду говорить человек видите вот это тоже она ну вот видите отсаживается когда ну или ногу выставляет когда надо отстраниться от чего-то от кого-то от информации до сделал то что нельзя было делать благо сейчас все в курсе все читаю все подписываю с умом и у меня есть и адвокат и юрист только для того чтобы у моего на тот момент молодого человека была хотя бы какая-то копеечка и говорил что ну мы сейчас так решили рома должен устроить сейчас там жизнь снять для нас квартир я пока временно здесь меня я спрашивала то что мне было интересно мне интересно было их узнать их мнение про моё творчество это моё интервью я задаю тебе просто тебе да раз меня тоже многие учили как надо брать интервью и где надо быть там отсаживается когда неуверенно себя чувствует и в принципе тут это понятно что да вполне возможно что чувствует себя неуверенно это вот когда какая-то группа приехала и только ей дали интервью и она она понимает что в общем то ну довольно высоко высокий уровень но гордится конечно этим но вот эта неуверенность она очень четко чувствуется и вообще в принципе вот вы знаете по ее натальной карте извините я опять повторяю про это но она должна быть такой застенчивой она должна быть вот эти вот неуверенности они как раз и проявляются да вот таким образом следующий фрагмент так 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 по поводу баленсиага тоже там интересный жест давайте посмотрим а у меня кстати это есть бесформа на баленсиага я потратила не огромное количество денег а он тебе не запретил нас не запретил но он сам тебе это говорил или тебе это передать смотрите задвигает ногу и отклоняется это говорит о ее неуверенности в данном вопросе мне это передала и всей стране ксения собчак время ушло вода утекла на тот момент был такой громкий на самом деле конфликт это все обсуждали и ксения подтвердила это все уже лично потому что она пришла тогда на мою презентацию в 2019 году видите а здесь уже ступней как бы расширяется для нее тот факт что собчак пришла к ней на презентацию это расширение ее влияния расширение популярности да и то есть это то чем она гордится вот ступней человек очень много информации может передать даже если он не работает никакими другими частями тела ступня тоже источник информации как я уже сегодня говорила поэтому видите да ну в общем вот такая вот история и и сейчас еще одну вещь которую она заявила и вот которая меня заставила поискать все таки ее время рождения оказывается она его говорила и так давайте посмотрим зависимости на сегодняшний момент у меня нет трудоголизм эта зависимость да значит есть до трудоголизм у нее действительно есть потому что посмотрите и вообще вот в чем феномен ольги бузовой это просто потрясающий трудоголизм смотрите а у нее в четвертом доме находится сатурн вот это как раз дом работы да и здесь как раз сатурн дает трудоголизм но смотрите как интересно вот я да я увидела сатурн я как бы успокоилась и я вижу что это способность к тяжелому труду деловитость в профессии серьезный подход к работе получения особых способностей специальных знаний вы можете относиться к работе как к наркотику вы чрезвычайно ответственные добросовестны на работе но смотрите какая оппозиция оппозиция солнцем которая в 12 доме у бузовой солнце в 12 доме это вообще удивительно потому что в 12 доме если солнце человек не не лезет на ну то есть это такой скрытый дом бессознательный дом и вообще в принципе вот такая позиция говорит о том что она любовь отца заслуживать ей пыталась вот этим трудом да то есть человек очень раненый да и но психологически вот вообще у кого оппозиции есть в натальных картах вот я когда консультирую да я объясняю вот как эти оппозиции надо прорабатывать и в данном случае такой яркий пример того как она успешно проработала вот эту оппозицию смотрите на самом деле оппозиция это когда вот две планеты друг на друга через прицел винтовки просто наблюдают вот они живут в противоположных комнатах этого дома да и вот две планеты враждуют до такой степени либо ты останешься либо я вот вот они ненавидят друг друга это перетягивание одеяла да это когда нехватка энергии вот на это все вот этот красный аспект это перетягивание энергии да вот я заберу я заберу а здесь получается она за счет того что наработала вот этим своим сатурном такое огромное количество энергии что она забыла о вражде забыла об этой винтовке просто ее сатурн настолько занят делом что он забыл наблюдать за своим противником вот противоположный которого он хотел отстрелить еще недавно может быть да то есть получается за счет вот этой работы она работает ну за троих да вот получается за сатурн за солнце и вообще за всю эту оппозицию он снабжает можно сказать энергией своего противника и до такой степени снабжает что противник стал популярным понимаете где ему вообще не светит популярность солнце в двенадцатом доме это человек которому ну как бы популярность она и не нужна как бы сама по себе да ну но он он просто застенчивый он он боится показывать свое эго да и вот и и получается что вот до такой степени она пашет что она обеспечила получается себя своего врага да ну вот этот сатурн и и до обеспечил себя врага и всех остальных успехом вот он ну вот секрет того чтобы как прорабатывать оппозиции у многих из вас наверняка вот кстати кто еще у меня на этом я новый курс выпустила по астрологии он простой вот именно для чайников да вот чтобы вы понимали как там вот эту программу составлять как смотреть и вот у кого из вас есть оппозиции примите на вооружение вот этот способ работы с собой да или когда вы придете ко мне на консультацию тоже имейте в виду что когда я вам говорю про эти оппозиции не пугайтесь это как раз возможность работать над собой и посмотрите как она это сделала это просто знаете блестящий пример который я буду теперь всем приводить в пример потому что это восхитительно ребят вот при всех ее недостатках при всех ее там ну и тут много чего можно ковыряться в этой натальной карте да ну кстати по вопросу личной жизни я вам тоже сейчас все это расскажу почему ей так не везет в личной жизни но имейте в виду вот как прорабатываются оппозиции поэтому кому нравится вот это напишите в комментариях ну вот вот этот эффект понимаете вот вот он пример как это делается для меня просто это было великолепнейшим открытием которое ну вот вот это открытие она просто потрясло да но что касается ее вот личной жизни да я посмотрела пятый дом у нее это враги рак до занимает и куспит пятого дома естественно в раке управитель луна а луна находится в седьмом доме как она влюбляется она влюбляется в того кто с ней рядом контактирует кто с ней возможно живет вместе то есть чем больше она живет с партнером тем больше она влюбляется и тем больше она прилипает потому что луна она слишком эмоционально и она часто не не чувствует границ она просто проваливается в отношении и она очень сильно привязывается вот это первая причина того что у нее не складываются отношения кроме того смотрите солнышко у нее как раз вот находится в двенадцатом доме и ну вообще у про управитель седьмого дома то есть дома партнера это солнышко но тут большой седьмой дом три планеты целых то есть претензия вообще желание к партнеру большие досмотрите по урану по плутону по полу не то есть он и душевный должен быть и с властью и оригинальный ну то есть мужчина должен быть вообще весь весь из себя но самое интересное управитель вообще хозяин вот этого всего дома до 1 хозяин главный хозяин но плюс еще тут дополнительные управители мы их можем тоже найти но главный управитель это солнце а солнце находится в двенадцатом доме кстати второй управитель тоже в двенадцатом доме и это как раз дает и ей склонность влюбляться в мужчин которые вот получается двенадцатый дом символически это дом рыб да но и получается что мужчины с энергией рыб ей интересны вот эти мутные типчики и я посмотрела получается и давай и этот тарасов они же рыбы по гороскопу поэтому да действительно не удивительно что она в них влюбилась да и ну и с ними как-то вот строить отношения начинает ну то есть вот ей такие мужчины очень нравятся да и что еще меня смутило венера в самом верху до эмси это главное достижение жизни да это то как ее видят но венера без аспектов вот это вот конечно же очень сильно настораживает потому что она вот действительно кого знаю не хочу кого хочу не знаю вот вот по такому принципу она не знает что такое хорошо что такое плохо в отношениях она не знает чего она хочет вот что и поэтому она как бы ну знает чего надо хотеть может может как-то хочет в какой-то момент а потом перехо ей уже не хочется да ну то есть вот это вот тоже добавляет и узел так значит восьмом значит а да узел в восьмом тоже без аспектов и это скорпион а это ну символически и не только символически еще и в скорпионе да это вот как раз такое непонятное мутное предназначение до куда я иду непонятно это трансформации понимаете вот ей по жизни нужно как раз идти по этим трансформациям находить вот в себе ну какие-то резервы да и неудивительно что она стала популярной то именно ну мега популярный вот когда у нее там первая песня залетела когда она рассталась с тарасовым вот через эти страдания к ней приходит успех понимаете она как раз вот страдая трансформируясь она встает на свое предназначение понимаете вот вот это вот страдание она даже из себя может быть как-то интуитивно начинает выдавливать до чтобы действительно продолжать идти по своему пути это это просто вау как интересно поэтому присоединяйтесь если вам интересно вот это вот все в себе разобраться тут еще много чего по ней можно сказать но ей вот у нее предназначение надо учиться отпускать вот самое главное предназначение скорпион вот если узел в скорпионе до скорпион это тот кто не боится отпускать старое идти вот прям без без багажа в новое в отличие от антипода тельца которые совершенно по-другому действует да ну и что еще значит то что у меня удивило да по солнцу и что касается тарасова вот их совместная натальная карта правда у него хоть и натальная карта но это не считаются дома поэтому я не знаю его времени рождения ее время рождения я нашла в интернете с ее слов но я думаю что это все сходится да и вот посмотрите вполне нормальная совместимости я должна сказать что все таки она его любила но знаете наверное причина в том что она его во первых за любила да вот она чем больше живет с человеком тем больше она к нему прилипает да и ну плюс это ну в общем я вам все это рассказала да но смотрите вот это вот что у нас оппозиция ее плутон его узел а вот как раз получается то что я вам тоже хотела сказать его узел это его предназначение она в оппозиции получать она ему делала оппозицию своим плутоном вот этим разрушателем который базаров помните в этом когда он говорит нам чтобы что-то построить надо все снести да вот вот это вот то же самое понимаете она пришла и начала сносить его предназначение и здесь она так мудро не поступила как со своим солнцем да и сатурном она взяла и стала мочить его по предназначению и естественно они расстались но с другой стороны она во многом ему вот смотрите вот эти все зеленые аспекты это большие плюсы не буду сейчас занимать ваше время если вам интересно про себя узнать приходите на консультацию либо вот за 990 рублей под видео есть курс по астрологии и начните вот со мной заниматься астрологии это все очень доступно просто я давно вот эту как схему пыталась вывести чтобы это вот именно ну вот если мне такая схема попалась еще лет 20 назад я бы давным давно уже занималась астрология то я все не знала как к этому подойти вот пока не вникла в это все сама а теперь уже как бы ну вот вижу уже схему как это все поэтому если вы еще не знаете как составлять натальную карту и главное как ее читать то я вам это все вот в этом курсе рассказываю и дальше вы еще будете развиваться знаете как я вам покажу эту дорогу а дальше я уже понимаю что вы станете фанатами этого дела потому что я я теперь фанат я сейчас постоянно слушаете ролики про в этих домах как планеты то есть это это бездонная вообще информация которую ты будешь изучать всю жизнь и никогда не научишься поэтому присоединяйтесь к нам нашу банду которая вот формируется и будет вам счастье разберете себя своих родных близких все свои отношения которые сложились не сложились это прям вау как интересно да поэтому вот так вот но на этом я думаю с вами можно прощаться надеюсь этот выпуск вам понравился напишите свое мнение и вообще кстати вот астрологи мне часто пишут в комментариях к там где я ошибаюсь если я где-то ошиблась напишите мне пожалуйста в комментарии я все это читаю я в следующие разы внимательнее уже делаю но иногда конечно допускаю какие-то ошибки но это ну я думаю что сейчас уже минимально потому что я уже чувствую натальные карты и чем дальше тем больше поэтому да в общем желаю вам всем всего самого хорошего больше осознанности вот это вот вообще в принципе я так думаю что я здесь именно для того чтобы наша осознанности и моя в том числе становилось все больше потому что ну вот часто мы верим людям да но оказывается потом что ошиблись поэтому не надо допускать эти ошибки потому что эти ошибки часто очень дорого стоят поверьте мне как человек уже прожившему 18 с хвостиком лет да как говорится смешно конечно такую цифру называть но да значит в общем пока пока люблю вас всех очень сильно да не забывайте поставить лайк этому видео или дизлайк как вам вообще нравится не нравится в общем и напишите свое мнение все пока пока